Когда до осени остается совсем немного, хочется насладиться последними летними деньками, прогулками в парке и лесу. Но вот о чем не стоит забывать при двери золотой поры, так это о защите от клещей. В этом году вакцинацию от энцефалита прошли более 8 тысяч жителей региона, в треть из которых дети. Стоит отметить, не только укус клеща может стать причиной страшной болезни, при которой происходит воспалительный процесс головного мозга. Риск несет употребление сырого козьего молока, потому лучше от него отказаться. Но и о клещах стоит помнить, ведь в наших краях их немало. И пусть энцефалит не выявлен, все же есть риск другого заболевания – баралиоза, единичные случаи заражения которым зарегистрированы. Клещи очень живучие, и опасность они представляют не только для человека, но и для животных. Своих питомцев стоит тщательно осматривать после каждой прогулки. Эксодовые клещи есть даже в Арктике и в Антарктике, даже у пингвинов они паразитируют. То есть выживаемость их очень колоссальная. Пик клещей начинается и протекает в весенний-осенний период как бы по двойной синусоиде. Чем опасны клещи для питомцев, то у собак они передают такое опасное заболевание, как пироплазмоз, или по-другому еще могут называть это бабизиоз. Заболевание протекает достаточно остро, у животного появляется температура. Если утром животное было нормально, то буквально к вечеру оно может стать вялым, может отмечаться шаткость походки, какие-то как будто головокружения. У кошек также передается заболевание при укусе клеща, называется боррелиоз или болезнь лайма, но скажем так, в нашей клинике диагностируется значительно реже и очень редко, чем заболевание у собак. Лучшая защита в данном случае не нападение, а профилактика. На сегодняшний день существуют различные средства, защищающие как человека, так и его питомца от болезней, которые могут приносить членистоногие. Таблетки, сыворотки, вакцины, пренебрегать которыми не стоит. А главное помнить о бдительности, которая понадобится и в случае встречи с другим опасным существом, живущим в наших краях – гадюкой. Для животного, конечно же, опасность существует в том, что может произойти укус, как бы уже не видимый для самого владельца. То есть это все может произойти в считанные доли секунды. И опасность уже будет зависеть от того, куда произошел укус. Если это укус в конечности, то ничего такого страшного может не произойти. Если это укус куда-то в область шеи, то из-за развивающегося отека может просто элементарно животное задохнуться. Основные правила при укусе змеями животного такие же, в принципе, как и для человека. Это ограничить, допустим, движение. Ну, это элементарно взять собаку на руки, донести ее до машины и вести животное в клинику. Гадюка не будет нападать на человека сама и первая. Она никогда не нападает на существо выше себя и больше себя, только с целью защиты. Но все же не стоит сидеть дома и не радовать себя прогулками на природе. Надеть закрытую, желательно светлую одежду, вооружиться средствами защиты от клещей, а от гадюк держаться подальше. Кстати, обитают они преимущественно в сухих, обезвоженных местностях. Вот верный способ избежать опасности. И главное, помнить о бдительности и внимании. Без них никуда. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.